Итак, сегодня мы будем проходить формы будущих времён или будущих действий. Как выражаться, как сказать, например, я завтра играю в футбол, буду играть в футбол, либо я буду учиться, скажем, в следующем году в Париже. И так далее. Либо я собираюсь делать что-то на следующей неделе. И обратите внимание на эту фразу «I will always love you». Думаю, вы все её встречали, слышали в песне знаменитой Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель». Я буду всегда тебя любить. Ну и так, начнём. Если всё уже спланировано и решено, назначено, записано в дневник, куплены билеты, или точно это произойдёт, тогда для таких действий используется Present Continuous. Это время не только для тех действий, которые происходят прямо сейчас, но также мы можем сказать «я играю завтра в футбол», мы можем сказать «I am playing football tomorrow». Потому что это точно, потому что ты это запланировал, и это большая вероятность, что это случится. Конечно, мы, мусульмане, не можем сказать, мы обычно говорим «иншаллах», но тем не менее мы обычно знаем, что мы завтра собираемся делать. И, например, «Tomorrow I am leaving for Almaty». Завтра мы уезжаем в Алмату. Потому что это точно. Мы просто так, невозможно уехать в Алмату. Если, например, вы говорите, вы хотите сказать, скажем, вы думаете, как бы расширить там проект какой-то, что-то сделать, что-то предпринять, и вы говорите «наверное, я поеду в Алмату». Тогда да, тогда другое. Тогда мы скажем «I will leave for Almaty», «I will go to Almaty». А здесь это точно. Дальше. «On Saturday we are going to the cinema». В субботу мы идём в кино. Даже обратите внимание, в русском то же самое. «Идём» – это вы когда сейчас идёте, тоже идём. Мы идём прямо сейчас. И «завтра» – это тоже «идём». Здесь тоже есть нотка того, что это точно будет. А если мы пойдём, мы будем, наверное, пойдём. Это уже другое. «Завтра я работаю». Они открывают новый магазин на следующей неделе. Такие вещи никогда не случаются спонтанно, поэтому всегда используйте «Present Continuous», потому что это точно будет. «Я не собираюсь, я не остановлю». Мы переезжаем в другую квартиру на следующей неделе. И обратите внимание на небольшой диалог. «Хи, Adam. Я в парк с парк с парком. До этого не хочу. Вы хотите, что вы делаете?» «Воём вы делаете?» «А сейчас мы слушаем Су. Она играет гитар. Она играет гитар. Она хорошо?» «Отолько?» 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 For an hour, sure, a game of volleyball doesn't take long. See you later. Это вот диалог между двумя друзьями. Здесь, думаю, всё всем понятно. Единственное, хотела бы обратить ваше внимание вот сюда. We are moving house next weekend. Мы собираемся переезжать. Это вот как раз-таки будущее действие, которое точно запланировано. А всё остальное, вот, например, we are packing boxes. Пacking boxes, это мы сейчас упаковываем. What are you doing? Это тоже сейчас происходит. She is playing guitar. We are listening. Это всё сейчас происходит. Так, и дальше двигаемся. Если мы хотим говорить о тех действиях, которые мы намереваемся и собираемся совершить в будущем, тогда мы используем фразу going to. В английском она быстро произносится как gonna. И вы, скорее всего, слышали её и в каких-то отрывках из фильмов на английском, и их много в песнях. I'm gonna. What are you gonna do to make you happy? Помню, вот такая песня была. Я не помню, кто её пел. What are you gonna do? Это что ты собираешься делать? To make me happy. Чтобы сделать меня счастливым. Не обязательно это произносить вам сейчас как gonna. То есть сильно не, как вам сказать, не мучайте себя казаться таким же native speaker, как... То есть многие так делают, но это видно, что это жасанда, как говорится, как искусственно. Поэтому не думайте, что все англичане или американцы говорят gonna всегда вместо going to. Нет. Они говорят и going to, и gonna. Это, например, наверное, как в русском мы говорим, либо сегодня, либо сегодня, либо сейчас, либо сейчас. Типа такого. Вот несколько примеров. We are going to go on holiday this summer. Мы собираемся ехать в отпуск в это лето. И вот они, если быстро, они говорят we are gonna go. We are gonna go. I'm gonna pay the bills tomorrow. I'm going to pay the bills tomorrow. Я собираюсь заплатить кому услуги завтра. I'm going to take a taxi to the airport. Я собираюсь заплатить такси в аэропорт. I'm not going to teach you. Я не собираюсь тебя учить. He's not going to save money. Он не собирается экономить деньги. И несколько фраз, несколько цитат. Take a deep breath and relax. Everything is going to turn out better than you expected. Сделай большой вдох и расслабься. Все станет, собирается стать или станет лучше, чем ты ожидал. I'm going to open a new Facebook account named Anonymous. So all the cool codes will be attributed to me. Я собираюсь открыть новый Facebook аккаунт под названием анонимный. И таким образом все классные высказывания будут приписаны мне. Если мы собираемся бороться с какой-то болезнью, давайте поборемся с одним из самых ужасных болезней. Это равнодушие. Окружите себя только теми людьми, которые собираются возвысить вас, поднять вас выше, то есть возвысить вас. Это фраза Oprah Winfrey. Дальше. Вот и так сделаем небольшой резюме. Если это точно запланировано, точно произойдет в будущем, вы уже решили, это вы используете Present Continuous. Если же вы просто планируете, и вы именно хотите сказать, я собираюсь, going to, потому что переводится как, больше переводится как собираюсь, я намереваюсь, тогда вы используете going to либо gonna. Во всех остальных случаях мы используем will. То есть will, Future Simple, используется для всех тех действий в будущем времени, которые с какой-то вероятностью, возможно, произойдут в будущем. Например, если вы хотите сказать, что что-то будете делать в будущем, но еще не уверены, когда и как это произойдет, вы просто приняли сейчас решение и говорите, да, я это сделаю. I will do it, например. Или я поеду. Хорошо, окей, я поеду. Или, например, мечтаете, мои дети будут учиться, скажем, в Гарварде и так далее. Также, если вы хотите что-то обещать. Окей, я не расскажу твой секрет никому. I won't tell anyone your secret. Окей, я все сделаю. I will do it. Если вы хотите поделиться своими догадками, сделать предсказания, предположения, тогда вы тоже говорите will. Например, я думаю, завтра пойдет дождь. I think it will rain tomorrow. Вот несколько примеров. I will live abroad. Я буду жить за границей. Это вот касательно первого, да, когда непонятно, как непонятно, больше как мечта. We will live a long life. Мы будем жить долгую жизнь. Проживем долгую жизнь. Дальше. Когда вы хотите обещать. I will always love you. Я всегда буду тебя любить. I won't tell anyone your secret. Никому не расскажу ваш секрет. Если вы хотите поделиться догадками о том, что произойдет, опять-таки, я повторюсь, хотите предсказать что-то, вы используете will тоже. И обычно они добавляют фразу, я думаю, I think it will rain tomorrow. Или I don't think it will rain tomorrow. I think Barcelona will win the match. Например, я могу сказать, I think Tukaev will win the elections. Tukaev выиграет выборы. Окей. Несколько цитат. You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. Вы столкнетесь с многими поражениями в жизни, но никогда не позволяйте себя быть пораженным. Кстати, вот слово face – это не только лицо, это не только существительное. Оно также, если это глагол, оно имеет значение сталкиваться, столкнуться лицом к лицу. Например, face difficulties – сталкиваться с трудностями, face problems – сталкиваться с проблемами. If you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Если вы всегда стараетесь быть нормальным, вы никогда не узнаете, насколько удивительным вы можете стать. Mотивate the mind, the body will follow. Мотивируете разум, тело последует. Или тело будет следовать. Вообще, когда вы хотите использовать, и когда у вас в русском языке идёт буду, будем, это всегда will, практически всегда. И в виде таблицы. Вот именно вот эту таблицу вам нужно переписать, потому что здесь всё, что я до этого сказала, всё приведено. Будущее действие, которое уже точно будет. Оно заранее запланировано, куплены билеты, назначена дата. Ещё раз повторюсь. Tomorrow I'm having tennis classes. Tomorrow we are having online English course. Или online English lesson. Going to... Когда мы хотим сказать, я собираюсь. I'm going to book the table for two. Я собираюсь забронировать столик для двоих. Действие в будущем мы используем will. I will travel in summer. Когда обещаем, мы используем will. Например, I will try. Я буду стараться. Когда хотим сделать предположение, мы опять-таки используем will. I think it will rain tomorrow. Теперь формулы. Going to полностью формируется как present continuous. То есть subject, am is are, going to и потом глагол. Я собираюсь готовить ужин. I'm going to cook dinner. I'm going to quit this job. Я собираюсь оставить эту работу. Я не собираюсь давать тебе совет бесплатно. Я не собираюсь жить здесь. I'm not going to live here. Am is are выходит вперед в вопросах. Are you going to come? Ты собираешься прийти? Или, например, ты собираешься спать? Are you going to sleep? Ты собираешься... Там что? Ты собираешься поступать? I'm going to go to the university, for example. What are you going to do tomorrow? Что ты собираешься завтра делать? Куда ты собираешься идти? Where are you going to go? Где ты собираешься жить? Where are you going to live? Вот эта вот фраза как раз-таки часто происходит. What are you going to do? Вот здесь вот you пропущено. Я добавлю в презентацию, и когда буду вам отправлять здесь, sorry. Я просто быстро писала и забыла. What are you going to do tomorrow? Должно быть. Двигаемся дальше. Future symbol, который я только что сказала, вы переписываете именно таким образом. Здесь у нас обещания, будущие действия, которые не запланированы заранее, и предсказания. Используются с такими фразами, как tomorrow, next week. Tomorrow вы знаете, next week на следующей неделе, next month, next weekend и так далее. Формулы очень, в принципе, это время очень легко запоминается, потому что здесь ничего сложного нет. Subject, will и глагол. Вне зависимости от какого, от какого подлежащего, какое подлежащие здесь стоит. Безразие, хоть he, she, it, хоть I, you, will, they и так далее. Например, my children will study abroad. Мои дети будут учиться за рубежом. I will not do something. I won't. Will not, либо won't. I won't do it. Только не произносить это как want. Это будет тогда хотеть. I won't do it. I won't do it. Will выходит вперед. Will you give advice? Ты дашь мне совет? What will we do? Что мы будем делать? Так, дальше. Ну, думаю, в принципе, здесь ничего сложного нету. Только нужно запомнить, если... Просто запомните, что если, когда все это запланировано, точно будет, используйте present continuous. Теперь новые слова, которые вам нужно будет записать в словарь, выучить. Я их отправлю вам в Quizlet, и вы проделаете с ними упражнения, чтобы их запомнить. Allow – позволять разрешать. I won't allow my children to stay out late. Я не позволю своим детям оставаться где-то, имеется в виду на улице или где-то там, где-то там, вне дома, очень допоздна. Choose – выбирать неправильный глагол в прошедшем chose – chosen. I'm going to choose the color. Я собираюсь выбрать цвет. Enjoy – наслаждаться. You will enjoy it. Или понравится – нравится. You will enjoy it – тебе понравится. Support – поддерживать. I will always support my kids. Я всегда буду поддерживать своих детей. Join – присоединиться. I'm going to join a reading club. Я собираюсь присоединиться... Ой, вышло, sorry. Я собираюсь присоединиться к книжному клубу. Keep fit – поддерживать форму, быть стройной. I will try to keep fit. Я буду стараться поддерживать свою фигуру. Forget – забыть. Прошедшим вот формы. I will never forget my holiday in Greece. Я никогда не забуду свои каникулы в Греции. Remember – помнить. I will always remember my first day at school. Я всегда буду помнить свой первый день в школе. Arrive – это прибыть, прийти, либо приехать. Прибыть, например, в Астану. Arriving – Астана. Прибыть в аэропорт. Arrive – это airport. Либо просто приехать, прийти в школу. Arrive – at school. He is arriving at 9.30. Or he is arriving at half past nine. Он приезжает в 9.30. Здесь мы используем, смотрите, continuous, потому что это когда кто-то куда-то приезжает, это обычно точно. Разве что, если только не случаются какие-то непредвиденные моменты с перелетом, там еще что-нибудь. Turn on – включить. I am going to turn on the TV. Я собираюсь включить телевизор. Turn off – выключить. I will turn off the lights, I promise. Я выключу свет. Я обещаю. Move – двигаться, двигать, переехать. We are moving to a new house next weekend. Invite – приглашать. I am going to invite 150 people to my wedding party. Я собираюсь пригласить 150 человек на мою свадьбу. Achieve – достичь, достигать. He will achieve best results. Он точно, он достигнет хороших результатов. То есть он достигнет хороших результатов. Вы делаете предсказания. Repair – ремонтировать. My husband is going to repair the car himself. Мой муж собирается ремонтировать машину сам. Protect – защищать. I will always protect my kids. Это вот обещание, да? Я всегда буду защищать своих детей. Earn – зарабатывать. I've got a new job. I'm going to earn a lot of money. У меня появилась или у меня есть новая работа, и я собираюсь заработать кучу денег. Deal with – иметь дело с кем-то, работать с кем-то. Это вот глагол очень хороший, который очень часто используется. Врачи могут сказать I deal with patients, I deal with women, I deal with children. Я могу сказать I deal with children, потому что обучаю детей в центре. I deal with students, ну и так далее. You will deal with children aged 4, 6. Вы будете иметь дело с детьми возраста 4, 4-летними или 6-летними детьми. Save money – экономить деньги. I'm going to save money. Invent – изобретать. I think scientists will invent a new medicine for cancer in the future. Я думаю, ученые изобретят новое лекарство для рака в будущем. Это уже предсказание. На этом все. В принципе, я думаю, все уже вам понятно. Единственное, нужно, чтобы это все закрепить, вы сперва должны взять в словаре и записать, скажем, 10 фраз, 10 предложений насчет тех действий, которые точно будут, которые вы запланировали на завтра, на послезавтра, на выходные. Прямо должны записать. Либо про ваших детей. Например, если у них экзамен точно в субботу, вы должны так и сказать. He is having an exam on Saturday. То есть 10 предложений про вас и про ваших близких. Дальше вы должны записать 10 предложений о ваших намерениях. Собираюсь. Например, я собираюсь купить книжку. Непонятно когда, но вы собираетесь это сделать. Дальше 10 предложений о каких-то ваших мечтах, обещаниях, каких-то там очень далеких будущих действий. Наверное, мы там переедем через 2 года в Астану, потому что там, возможно, муж поменяет, я не знаю, место работы. Типа такого. И обязательно это сделайте, потому что только примерив на себе, как я всегда говорю, только человек больше всего любит себя. Поэтому все новые слова, все новые конструкции вы должны сперва применить к себе. Только тогда есть шанс, что они у вас останутся в памяти, что они активизируются. Потому что все, что я вам даю, это откладывается в пассивную память. Оно сразу, когда я вас даже на онлайн уроках спрашиваю, они сразу не выпрыгивают. Они сразу, вы можете не вспомнить, но через минуты-две, через минуту, через несколько секунд вы можете вспомнить. А, да, 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 это точно это. А чтобы как раз-таки из пассивной памяти вытащить в активную, чтобы это все активизировать, один из самых эффективных методов – это именно, я это называю, примерка на себе. Это когда вы применяете эти все слова, действия, какие-то правила только на себя. Поэтому обязательно проделайте это и отправьте мне фотографии ваших предложений. Мне будет очень интересно. Окей. Спасибо за внимание. До свидания.